Приветствую всех, с вами Базилио и сегодня я отвечу на вопрос, как не набрать вес после диеты. Поехали! Ответ будет краткий, но пока я вам буду все объяснять, у вас возможно будут вопросы или сомнения. На самом деле я давно уже ответил на них в подробных роликах, но не у всех есть время пересматривать их полностью. Поэтому на экране будут всплывать подсказки. Если у вас возникает сомнение, вы всегда можете кликнуть по подсказке, откроется новое окошко и там вы посмотрите подробное объяснение. Итак, для начала запомните, биохимических причин, по которым вы можете опять набрать вес после того, как похудели, не существует. Причина набора веса одна, вы едите больше, чем вы тратите. Диеты. Поэтому люди набирают вес после диеты только по причинам психологического толка. И единственный способ не набрать вес после диеты – это никогда не сидеть на диете. Я повторяю, сидеть на диетах нельзя. Смотрите, вся наша человеческая природа за 3 миллиона лет существования в условиях нехватки еды заточена под то, чтобы есть как можно больше и запасать. Еда с момента сотворения мира вызывает у индивидуума кайф, биологического толка. Добавьте к этому тот факт, что сегодня вместо еды на полках магазинов засилие пищевых наркотиков. Это продукты с добавлением веществ, специально вызывающими привыкание, усиливающих кайф, аппетит и снижающих чувство насыщения. И к этому еще добавьте социальные нормы, считающие, что вкусно и много есть – это престижно. Долбящую вокруг рекламу, не отказывай себе в удовольствии. Йоу. Все, мы в ловушке. В современном понимании диета – это временное изменение рациона питания по косметическим, спортивным или медицинским показателям. Ключевое слово – временное. А что происходит, если вы временно себя ограничиваете в чем-либо, неважно в каком удовольствии? Правильно, вы начинаете считать дни и часы до конца запрета. Так устроена наша психика. В коре головного мозга стремительно развивается доминанта, которая захватывает все внешние раздражители. А еде напоминает все. Человек ощущает себя как пружина, которую сжимают, закручивают и старается держаться на силе воли. Долго так продолжаться не может, и когда запрет снимается, если не раньше, пружина раскручивается, сметая со стола и в жир все, что только можно. Депрессия, ненависть к себе, упреки в отсутствии воли – знакомо. Так вот, делать мы будем вот что. Первое. Поскольку наш внешний вид зависит не от вида диет, а от образа жизни, менять мы будем сам образ жизни навсегда. Поначалу может показаться, что ваша жизнь превратится в ад без любимой еды, но это неправда. Ваша жизнь через пару недель дискомфорта станет улучшаться. Все младенцы привязаны к вкусу грудно-материнского молока, но никто из взрослых при слове «женское грудное молоко» не бежит с текущей слюной за молочной смесью. Мы отвыкаем. Когда мы это делаем навсегда, а не на время, мы не считаем дни до конца. Наш мозг будет искать, чем заменить кайф, и вторым шагом мы подсовываем ему решение, несовместимое с обжорством. Второе. Только что мы выяснили, что если мы отвыкнем, то никаких мучений испытывать не будем. Задевать нас в социуме будет только то, что другие кушают шоколадки и вкусняшки. А мы что, отказались? Так вот отказывать себе нельзя. Мы будем заменять один кайф на другой. Красивый внешний вид – это еще более социально и престижно, чем кушать и кушать и какать. И мы ставим себе задачу не слегка похудеть, а стать значительно привлекательнее, чем те, кто ест шоколадки и гамбургеры. Мы заменяем кайф, доступный всем, на кайф, доступный немногим. И больше не мучаемся от того, что кто-то ест Биг Мак. Итак, еще раз соберем в единое целое и запомним выводы. Если сидеть на диетах, потом вы всегда наберете вес обратно. Внешний вид зависит не от вида диеты, а от образа жизни. Вот его-то мы и будем менять навсегда. Чтобы не ощущать себя обделенным, мы не отказываем себе в удовольствии, а заменяем его. Вот и все. Круг замкнулся. Быть здоровым, иметь подтянутое сексуальное тело – это вкусно и престижно. Кушать и какать – всего лишь мастурбировать свои вкусовые рецепторы. Это доступно всем. Итак, какой образ жизни ненапряжный и приводит к результату, как все сделать правильно, с чего начать, чтобы измениться и получить привлекательное тело и счастливую жизнь, бездержание и насилия воли – это все обсуждается на моем канале. Ролики выходят дважды в неделю. Подпишитесь, чтобы не пропустить новую информацию. Также можно оформить рассылку на новости и получить бесплатную консультацию на сайте freshlife28.ru. А на сегодня это все, с вами был Базилио и пока-пока.